Да, друзья, сегодня мы хотим познакомить вас с уникальным человеком. Несчастный случай лишил молодого человека ноги. Но силе духа парню можно только позавидовать. Ведь он не сломался, а напротив, доказал, что нет предела человеческим возможностям. Теперь он профессиональный конькобежец. Да, еще он занимается вэкбордом, скалолазанием, катается на коньках. Этот список можно перечислять еще долго и долго. Настоящий пример того, что наши возможности безграничны. И этот уникальный человек сегодня в нашей студии. Мы с удовольствием вас с ним знакомим. Федор Меркулев, человек безграничных возможностей. Федь, приветствуем. Доброе утро. Рады, что этим утром пришел. Но, Федь, я смотрю, с чувством юмора-то все так же прекрасно, как и с увлечением. Это замечательно. Но, ребята, друзья, к чему у Феде на футболке написано? Одна нога здесь, другая там. Ну, Федь, скажи, вот чем ты сейчас занимаешься в данный момент? Может быть, ты там готовишься к соревнованиям каким-то или еще что-то? Соревнования будут по скалолазанию, по параскалолазанию. Это чемпионат России, он будет у нас проходить в пятом элементе. И там будет две дисциплины, это скорость и трудность. А ты сказал видеосъемка, ты снимаешь, монтируешь? Да, ну, я оператор. Оператор. Для себя или? Для всех. Для всех. Это тоже хорошо. А вот, Федь, смотри, тот случай, потолкнув тебя к изменениям в твоей жизни, я так понимаю, к кардинальным изменениям. Скажи, насколько сложно тогда было, как ты выходил из депрессии? Ну, не было. Естественно, необходима поддержка родственников, семьи. Если у кого-то нет, конечно, своей семьи, родителей, это, конечно, плохо, сложно. Но есть еще и друзья на окружении, с кем ты общался до этого момента. Поэтому все в комплексе, это поддерживает человека. А вот с чего начинались твои изменения? Вообще, первое занятие, да, это вейкборд. Для меня я никогда в жизни не думал, что встану там. Я и вейкборд соединятся, да? Да, вот фиксация двух ног на какой-то там доске, это как сноуборд, вейкборд. Я не думал, что я попробую, поэтому для меня это было необычно. Но это было вот самое первое занятие. А вот что тебя толкнуло туда, что сподвигло? А Евгений Лепатов на остановке подошел ко мне и говорит, ты вот пробовал такую штуку? Я говорю, я первый раз вообще слышу. Говорит, ну вот приходи, у тебя протез какой-нибудь другой есть. А мне как раз изготовили там купальный. Ну, я думаю, вот его надену да попробую. Ну, и там 8 дней я пробовал. И началось, да? Я не мог встать на 8-й день более-менее. Так на доску встал, вышел из воды. И это был такой момент счастья. Ну, а теперь ты уже профи? Да, и я сейчас со съемками зашился и прям... А, ты сейчас ушел в видеооператора? Все, прям с головой выше даже. А вот что вообще движет? У тебя столько увлечений, вот ты сейчас говоришь, со съемками в видео. Препятствий вообще никаких нет у человека, понимаешь? Движет наглость. Вот это хорошее. Да, мы, кстати, заметили, когда ты зашел к нам в студию. Будьте наглыми, друзья. Нет, серьезно, серьезно. Нужно быть целеустремленным. Раньше, если я, допустим, думал, блин, надо сходить вот сюда, надо попробовать вот это. И не пробовал. Ну, в любом случае, я находил тот вариант, чтобы не... Сто причин отмазаться. Да, да. Поэтому, ну, немножко нагленьким стал. Вот хорошее качество. И сразу, видишь, глаз как блестит? Да, да, да. Немножко нагленько. Друзья, будьте наглыми, и тогда все у вас будет отлично. А вот есть какой-то совет у тебя, может быть, для тех людей, кто, ну, тоже действительно в жизни столкнулся с такой проблемой? Ну, что сделать в первую очередь? Ну, да, ты говоришь, семья, близкие. Ну, как-то кто-то, что-то замыкается в себе. Может, ты сейчас отдашь какой-то толчок? Ну, необходимо взвесить всю ситуацию, понять свои возможности. И, ну, допустим, не у каждого идеально, так скажем, получается ампутация. То есть какие-то последствия еще есть. Бывает и реампутация. То есть к этому надо готовиться. И после того, как процесс реабилитации прошел, ну, надо встать в колью и как-то развиваться. Стать наглым и доказать себе, что ты можешь сделать? Ну, наглым, да, да. Просто на людей выходить и понимать, что, в принципе, ну, ничего не изменилось. То есть у тебя, ну, нет ноги там, нет руки. Так бывает. Ну, ты такой же человек. Ну, к сожалению, некоторые не могут этого сделать, но надо просто пробовать. Надо выходить и социум, ну, я бы не сказал, что там не поддержит. Он принимает, так же ты продолжаешь жить. Так что, друзья, вот Федор на личном примере доказывает, что нет, ничего не возможности. Человек – это безграничный человек, он безграничных возможностей. Федь, респект тебе, просто вот уважение от всех нас, уважение от нашей реабилитации. Удачи. Друзья, будьте наглыми, как говорит Федор Гуркульев, человек безграничных возможностей. Да, спасибо большое за то, что ты к нам пришел. В столь ранний час поднялся. После монтажа нормально. Нормально. Я в 4 утра все равно вложусь. Спасибо.